добрый день мои дорогие подписчики в комментариях моим роликом задается очень много вопросов и на многие из них приходится отвечать грубо говоря на пальцев без каких-то подтверждений без каких-то наглядных примеров потому как если отвечать на все вопросы которые задаются роликами то моей жизни оставшийся на все это дело не хватит но также в комментариях встречаются наиболее часто встречающиеся вопросы и один из таких вопросов адресовано вот таким зарядным устройством типа факсар это я прочитать не могу сами прочитайте также бюджетные вот такие вот устройство интерес к ним связан первую очередь потому что на самом деле устройство бюджетные и многим хотелось бы не тратясь сильно не тратясь без особых затрат убить несколько зайцев зарядить аккумулятор поднять плотность расшевелить его как многие любят любят выражаться восстановить я это слово обхожу стороной потому что по моему глубокому глубокому убеждению восстановить аккумулятор как и любой механизм который выработан невозможно можно его поставить строй заставить еще немножко поработать при определенных условиях но никак не восстановить и основной вопрос по этим устройством вот этот режим ремонта здесь написано репаер модель здесь просто репаер так что написано у нас здесь пульс репаер тоже пульс репаер ченджер вот такие вот устройство которые по мнению обладателей выполняют чуть ли не волшебную работу по восстановлению так звонят сейчас отвечу иначе продолжим мой ролик итак друзья продолжим на чем остановился короче есть вот такая функция ремонт и возникает очень много споров разногласий среди даже подписчиков и также которые спорят пытаясь спорить со мной что я неправильно им пользуюсь но друзья пользовался и так и так и так и так и так было как бы время у меня для того чтобы попытаться каким-то образом прощупать что же это за вот это вот репаер что же это за репаер но для того чтобы не быть голословным проведем вместе с вами эксперимент или экскремент проведем вот таким образом по случаю прикупил вот такую батарейку как прикупил поменял свою рабочую батарейку оборотные вот у меня осталось там их сколько внутри на месте 3 на месте и 4 еще на руках у меня осталось 7 получается 5 штук я уже продал начиная с февраля месяца я потихонечку избавляюсь и на лето от оборотных батарей и оставляю на лето ну 56 батарей для того чтобы давать их клиентам прикупил вот такую батарейку это штатная батарея ком и батарея абсолютно мертвые давайте включим вспышку чтобы это было видно так 02 14 14 года вот в таком состоянии мы видим внутренности сильно изношенном состоянии ну давайте я вот так еще фонариком так чтобы не занимать сильно ваше время драгоценное я уже сделал карту плотности вот такая карта плотности и давайте замерим что мы имеем в этой батарейке по напряжению потому что тестер он вообще не видит его этот аккумулятор видим ровно 5 вольт видим пятерочку давайте запишем так напряжение 5 для особо щепетильных ноль ноль четыре каков план действий с этой батареей вот с такими показателями мы видим плотность 1 20 118 118 17 12 при всем при том что уровень то у нас самые отставшие от 6 баночки по поводу того как я считаю банки от плюсы или от минусы я считаю от плюсы особых этих указаний или особых рекомендаций от чего считать я уже честно говоря не помню есть они учебли или нет видим уровень вот такой где-то сантиметра 3 вот здесь 4 сантиметра от поверхности пластин 3 3 3 так 4 у нас это в какой баночки в 4 до 118 и опять ко мне подкралась подозрения в том что историю мы этой батареи не знаем мне ее привезли когда я ее забрал позавчера или 3 дня тому назад суть дело не в этом суть дело в том что батарейке 9 лет батарейка неизвестно как эксплуатировалась неизвестно кем она эксплуатировалась неизвестно на чем и неизвестно как ее обслуживали что нам известно нам известно что она высажена и что в ней завышенная плотность по идее плотность должна быть вот такая 1 12 минимальная плотность при таком напряжении при таком напряжении даже 1 12 многовато мы должны увидеть один с двумя нулями по идее поэтому что мы сделаем в первую очередь мы полностью откачаем электролит полностью до пластин сколько в нем есть со всех банок и зальем водички водичку по закрытию перемычек до закрытия перемычек заливаем воду но имейте ввиду имейте ввиду что даже вот вроде бы штатная батарея должна исполняться наилучшим образом перемычки они также у нас имеют разную высоту над поверхностью пластин поэтому давайте будем ориентироваться на самую высокую самая высокая как раз у нас четвертой банке после того как откачаю заливаю водичку в четвертую баночку как только перемычки у нас перекрываются мы клиент подъехал как только они перекрываются мы по этому количеству воды здравствуйте так значит по тому количеству воды которые мы откачали в самой высокой банке равномерно заливаем по всем оставшимся банкам так шансов на то что батарейка у нас оживет но при любом раскладе мы посмотрим на результат если он будет более менее нормальный сделаем какие-то заключения даже если эта батарея не пойдет в эксплуатацию она пойдет скорее всего на сдачу вот у меня так сколько их раз два три четыре батарейки а включая эту готовы улететь в приемку но для наглядного эксперимента она пойдет ну что много пизжу мало делаю сейчас делаем откачку электролита заливаем водичку и закидываем зарядный бокс так ну что водичка залита влезло по 100 миллилитров для того чтобы прикрыть перемычки и и можно было еще потому что вон там ухо видно да ухо у нас не прикрытое обычно я заливаю так чтобы ухо было если батарея полностью разряжена ухо было не прикрыто миллиметров на пять но в принципе так оно и есть сразу хочу пока у нас еще начало ролика обратиться к чистоплюям которым не нравится моя разговорная речь мы словосочетания и выражения девочки вам не стоит находиться в канале для мужиков поэтому можете смело дергать на другие каналы где вам расскажет про маникюр там педикюр не узнает про что еще здесь канал про аккумуляторы химический элемент в которых в котором залито очень агрессивная серная кислота поэтому аккумуляторщик должен иметь немножко агрессивный вид и агрессивно немножко выражаться блять так поехали мы в сторону нашего зарядного бокса приехали так давайте любой из нужных нам зарядников подключен бля сейчас какой из них не определиться да так мать царица не определиться блять угадал не угадал я вот единственный два зарядника которые я постоянно путаю который не помечен а вот он у нас нижний он сразу погнал у нас заряжать бравый парень но мы ему не позволим этого делать ах ты мы ему сразу впередячим ремонт вот так вот ну что времечко у нас без пяти шесть и оставляем этот пул до утра кстати несколько раз несколько раз я пользовался этим режимом именно для того чтобы дать толчок для батареи толчок этот режим дает неплохо в том плане когда батарея до двух там до трех вольт разряжены даем толчок и потом ставим на основной заряд но основной заряд у нас опять же вот чем вот это устройство хорошо то что мы можем на нем сделать предзаряд именно в режиме мотоцикла когда зарядный ток у нас ограничен полтора амперами так ну что у меня еще один пациент дождемся окончания приема пищи как он закончит принимать свой заряд и встаем на лыжи до завтрашнего дня оставляем штатный окон на режиме ремонта друзья 17 часов мы проработали в режиме пол и чует мое слабое сердце что опыт у нас не удался батарея горячая давайте просмотрим температуру 45 градусов и вот что у нас происходит во время импульса а чё это он переключился на какой-то непонятный режим а чё это он дает пирамидеатр а чё это он а чё это он вот он вот такие вот у нас импульсы батарея воняет а запах это лишнее свидетельство того что пошел вторичный электролиз так что режим ремонта в нашем случае он не применим отключаем зарядное устройство и видим падение напряжения режим режим ремонта не удался давайте снимем показатели фоксвелл 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 и так где наш фоксвелл он походу вместе с конвейом тоже по ночам начал поработать сейчас найду его и подключим снимем показатели фоксвелл 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 на месте вне транспортного средства обычный клемм сверху 600 ампер ух ты 343 амперчика по иену мы видим так сок 48 сок 0 и сопротивление 9 43 давайте отпечатаем и спасибо советам моим подписчикам будем нумеровать наше измерение наши чеки и этот чек у нас будет под номером 1 так давайте еще раз посмотрим что у нас что у нас в квитанции так 02 07 11 06 фоксвелл бежит немножко впереди паровоза вот вот такие показатели мы видим так ну а теперь давайте измерим плотность нашей батарейки так теперь бы найти ариометр пошел искать ариометр был на месте так ну-ка 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 давайте попробуем заглянуть в баночки так кипит вторая кипит вторая третья непонятно четвертая тоже непонятно пятая 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 шестая непонятно давайте замерим плотность так первая баночка 1 1 1 19 вторая а это шестая баночка была ох ты блин 1 23 да третья банка у нас плотность отсутствует баночка не работает так еще раз давайте глянем совсем она отсутствует или частично да вода третья банка у нас мертвый 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 ну мои подозрения по поводу того что в этот аккумулятор все-таки долили электролит она подтверждается сейчас я сделаю еще одну корректировку стоит ли делать еще одну корректировку но давайте сделаем еще одну корректировку дадим батареи остыть и попробуем поработать с батареей в штатном режиме приступаем наш подопытный кролик отстоялся два с лишним часа давайте сделаем замер что нам дал отстой и будем делать предварительные выводы и так 600 амперчиков ну все говорит о том что у нас эта баночка замкнутая друзья мы изначально не знали в чем проблема с этой батареей бывали она замкнута до того как мы начали работать с ней в режиме ремонта либо мы и угандошили этим режимом но чтобы более объективно нам сделать какие-то выводы как говорится раз пошла такая пьянка режь последний огурец у меня есть еще одна батарейка которую не жалко мне сдать пункт приема поэтому давайте продолжим наш экскремент на ней сейчас я ее подтащу сюда и будем делать замеры так вот она у нас стоит бедра вага пригорю негось батарейка условно рабочие условно рабочая белорусская батарейка такие показатели у нее должны быть давайте мы с ними и попробуем батарея полностью заряжена сейчас покажу плотность так давайте сделаем замер потом замерим плотность это одна из моих оборотных батарей но одна из самых слабых оборотных батарей в принципе я клиентам говорю следующее при подаче вот таких батарей что вы можете на ней отъехать смысле не не на ней отъехать а вместе с ней от меня отъехать завтра как вы заведетесь это будут уже ваши проблемы если заведется заведется не заведется прикуривать и толкайте но двигаться в течение дня вы сможете потому что хорошие батареи я уже в каком-то из роликов говорил об этом я сейчас не держу вернее есть у меня и хорошие батареи но я даю их только проверенным и знакомым людям несколько отличных батарей от меня уехали и даже заблокировали мой номер чтобы я до них не дозвонился поэтому так ну вот такие параметры батарея стояла на буфере у меня параметры очень сурово плохие давайте отпечатаем их батарейка полностью заряжена то есть мы провели один эксперимент на заведомо разряженной батареи а теперь мы продолжим наш экскремент на заведомо заряженной батареи сейчас давайте доберемся до электролита снимем показатели или сплотности и и продолжим наши исследования так так но все баночки открыты эту батарейку я выменял у одного из своих клиентов так плотность 126 половиной на один из своих хороших реакторов естественно заплатой клиента батарейку как-то жалко было сдавать 127 по приему батарейка условно рабочая для моего оборота эта батарея пойдет морозы потихонечку дают заднюю спадает и поэтому 127 127 и 127 с половиной поэтому даже на летний период времени на теплый период времени эту батарейку можно даже оставить даже 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 и чтобы она приносила мне какой-то какой-никакой доход да у вас сразу напросился вопрос а что же я имею с этой батареей я имею тысячу тенге друзья ни документы ни залог ни задаток ничего я не беру даю батареи под честное слово тысячу тенге на время моей работы с батареей клиента то есть не ежесуточно там сутки штука и не и пет нет на время моей работы с батареей ага у нас получилось что мы подключили другой другой зарядник принцип работы у них у всех один поэтому давайте подключаем и дадим поработать вот этому полу до завтра все включили давайте ради интереса замерим как он работает каким образом у нас идут ремонтные работы итак мульти вольтметр на у нас подключенный и вот что происходит у нас в режиме ремонта минимальная пульсация в одну сотую вольта а нет ни в одну наверное в две напряжение напряжение стоит на 14,78 вольт ну что ж оставляем ее работать подписываем наш чек квитанционный вторая батарея первый замер с этой батарейки мы наверное будем прощаться смысла я не вижу с ней двигаться дальше потому что напряжение нам подсказывает что батарея у нас мертвая не только по показателям но и по плотности одна банка у нас абсолютно без плотности абсолютно без плотности ну что давайте даже если угандушим эту батарею мне честно говоря не жалко потихонечку они набираются у меня мертвые и в один прекрасный момент когда станет туго я поеду и сдам их в пункт приема ну что останавливаю влевую запись до завтра и уже завтра по приезду на свою любимую работу будем делать следующие замеры друзья прошло более четырех часов и наш ремонт продолжается давайте посмотрим что нам скажет вольтиметр таким образом держит напряжение 14,8 и одна соточка вольта бегает туда-сюда туда-сюда сюда-туда ну что продолжаем наше движение дальше все таки мы перед тем как я поеду домой сделаем еще один замер чтоб проследить нам динамику чтоб было все по чесноку батарейка холодная не малейшего намека на то что она начала греться давайте посмотрим заглянем внутрь что мы там видим слабое кипение кипение слабое или или булочки идут так наш о метр давайте посмотрим плотность что там поменялось не поменялось 1,27 1,27 1,27 с половинкой плотность чуть-чуть добавилась друзья 1,27 ровно в одной баночке возможно невнимательно замерил замерил чуть раньше ну ладно даже температура у нас видите 15 градусов есть на таком приборе ну что ж остановилась о 8,82 даже было 80 какие-то еще там ремонтные алгоритмы присутствуют Ванька пусть работает свою работу а я пойду поработаю свою а вот что происходит 14,76 напряжение упало что видимо устройство делает какой-то отстой так ну и сколько этот отстой у нас будет длиться сейчас пока поставлю на паузу и примерно вычислим время отстоя этого режима ремонта ремонтного режима режима при котором происходит ремонт нашего ремонтёрного зарядного устройства прошло буквально минутки две-три и начались какие-то еще процессы с ремонта туда туда сюда ну так глядишь и отремонтирует нашу батарейку сейчас наверное сфотографирую и буду думать куда ее выложить на продажу отмыть и попытаться продать как новую немножко позже прямую решение время пол седьмого пора прыгать в ходунке и дергать до дома ну давайте посмотрим что там у нас происходит ой 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 какой ремонт у нас идет ёперный театр вы посмотрите Ремонтируется батарея же Какие чудеса Какие чудеса творит 77, 78 Ой, ну Блять, еще я до сих пор не сфотографировал батарею Ой, ждет ее, не дождется Покупатели уже стоят в ряд Как пионерский отряд Так, ну давайте Сделаем промежуточный замер Пусть он будет некорректный Где наш Фоксвелл Пусть он будет некорректный Ну, позволит нам Сделать какие-то Выводы О том, что нам Так, сколько Примерно, наверное, 5 часов 5-6 часов Простоял Простояла эта батарейка в режиме ремонта И Наши Так, 500 ампер Наши Фанаты Вот этого ремонта Потирают руки Ну, давайте Третьи руки Будем смотреть показатели Будем смотреть показатели Ой, блядь А что это такое Что произошло Что случилось У нас улучшение характеристик У нас улучшение характеристик Точно улучшение Блядь не может быть мы же делали ремонт мы же делали ремонт на китайском устройстве у нас должны быть бешеные характеристики и бешеный подъем мы же верим китайцам как и не верить угаровать сравним вот это вот показатели до начала ремонта сох 52 пусковой ток 307 до начала ремонта и так сопротивление 1051 после 5-6 часов ремонта сопротивление 1105 ток 290 и сох у нас упал до 49 процентов друзья на этом я этот тупорывый эксперимент буду заканчивать потому что не вижу никаких перспектив вот этой вот херни которую выдают за чудодейственное устройство абсолютно нету никакой пользы от того что у нас батарейка стоит на 14 7 вольтах и напряжение прыгает на одну соточку туда-сюда якобы импульсы якобы это происходит ремонт во всех своих предыдущих комментариях в роликах где у меня спрашивали про мое отношение к этому чудодейственную якобы чудодейственному якобы устройству мое отношение оно оно не поменялось это чистой воды маркетинг и чистой воды на ибон кому нравится это фишка так сказать этих зарядных устройств ради бога используйте для того чтобы убедиться в этом мы проделали вот такой эксперимент да ей можно зарядить поставить на 18 часов нормальную по моему 18 часов у нее длится вот этот вот эта вся хера вертень если поставить разряженную батарею в пределах разряда там 11-12 вольт не так как мы поставили вот такую заведомо убитую батарею то да первый цикл абсорбацию возможно это устройство и проведет в этом в таком режиме но не больше утверждал буду утверждать всем фанатам вот этих дрочилов всяких всякого рода дрочилов любителей КТЦ что лучше статичного заряда пока еще ничего нет для аккумуляторов недавно посмотрел ролик вышел ролик где там как бы наглядно показывают вот какое-то хитро выебанное устройство с очень умными лампочками блять которая заряжает якобы импульсом каким-то наглядно показывают прирост суха конечно будет прирост суха вы только когда выкидываете такие ролики не забывайте мониторить плотность в начале испытания в начале вот этих экскрементов которые вы ставите там показываете прирост показателей покажите плотность и уверенно покажите что батарея у вас то не заряжена с помощью этих лампочек с помощью длительного заряда вы дали возможность батареи добрать то что в ней не хватало но вместе с этим конкретно улетел ресурс у этих батарей все это проводится на нормальных на новых на хороших батареях которые при нормальном статичном заряде можно вытащить до 100% не какие то там призрачные 95 96 смотрю и улыбаюсь и люди верят люди верят люди наступают на те же грабли и по итогу кончают батареи много яростных противников вот это ты кипятишь у тебя кто с таким напряжением работает так не работайте друзья не работайте работайте вот такими чудодейственными чудодейственными устройствами кормите китайцев верьте волшебство это вот как Емеля который лежал лежал на печи у него как поперло блять и то и это и все к нему идет все в руки идет вот такие же устройства нет устройств друзья нет устройства пока человек не разберется пока под контролем человека вы не проведете какую-то работу нет таких автоматов хитроумных чтобы они восстановили не восстановили раскрыли батарею надеяться на то что за вас кто-то сделает работу друзья не надо надеяться и я не буду продолжать этот экскремент хотел оставить ее до утра ну до утра эта батарея она бы пришла у меня в негодность а и мне пришлось бы ее просто напросто вести на пункт приема дай бог остается до утра если она придет опять если вернуться вот эти хотя бы показатели 300 ампер и с потеплением я буду давать ее своим клиентам для того чтобы человека мог оставить подъехать на своей машине мог оставить у меня батарейку до работы и уехать от меня чтобы не нам не нанимать такси тащить вести аккумулятор ко мне лишние траты приехал от меня спокойно уехал на этой батарейке она еще послужит послужит поработает ну не поработает так отвезу сдам ничего страшного вот такой друзья эксперимент не знаю смог объяснить смог связать то что хотел сказать и показать и показать вам мнение как говорится еще раз свое навязывать не буду вы его увидели выводы делать вам друзья выводы делать вам и наступать на вот эти умные грабли тоже вам так что всем добра здоровья удачи берегите свои батарейки всем пока да я